МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Смертельная авария в Мариуполе. Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другим авто. Машины превратились в груды металла. Погибли три человека, оба водителя и один из пассажиров. Еще двое женщина и 13-летний подросток с травмами в больнице. Очевидцы говорят, одна из машин такси. Девять правоохранителей пострадали в столкновениях с футбольными фанатами во время матча Мариуполь-Динамо. По информации областной полиции, конфликт произошел вне арены в середине второго тайма. Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и бросали петарды. Когда нарушителей вывели со стадиона, в сторону полиции полетели камни. Разбиты две служебные машины, задержанных пока нет, но по факту открыто два уголовных производства. Пасхальное перемирие на передовой не соблюдается. В вербное воскресенье режим тишины нарушался 38 раз, сообщает штаб АТО. По украинским позициям били из минометов 120-го и 82-го калибров. Большинство обстрелов в пригороде Авдеевки. Также под огнем десяток других населенных пунктов. В результате боевых действий никто не пострадал. Только экстренные вызовы. В рамках медреформы скорая отфильтрует пациентов. К хроническим больным должны выезжать семейные врачи. Но в Донецкой области их недостаточно. Всем ли окажут медицинскую помощь, выясняла Мария Сергеева. Боль в груди и температура. Причина, по которой Людмила вызвала сыну скорую. Пертусин до сих пор покупаем. Реакции никакой. Хотя бы оказали первую помощь. После медреформы на такой вызов скорая не приедет. Помощь будут оказывать только в экстренных случаях. Каких определит диспетчер. Для этого задает стандартные вопросы. Здравствуйте. Что случилось с вами? Все телефонные звонки записываются и хранятся в течение трех лет. Медики обещают, что в помощи никому не откажут. Диспетчер всегда даст вам совет нужный. Диспетчер может перенаправить ваш вызов. То есть записать ваш вызов, передать в поликлинику. Либо в другое лечебное учреждение. Донецкая область полностью укомплектована сертифицированными реанимобилями. Говорят в Центре медицины катастроф. Но в половине случаев они выезжают не на экстренные вызовы, а к хроническим больным. Чтобы исключить выезд по непрофильным обращениям, реформаторы хотят заменить врачей на парамедиков, специалистов до госпитальной помощи. Попытка ввести в номенклатуру специальности и специальность парамедик, она пока осталась только попыткой. Продолжается такая широкая дискуссия по решению вопроса о целесообразности введения парамедика. С 1 апреля каждый украинец должен подписать декларацию с семейным доктором, терапевтом или педиатром. Именно к ним в случае повышенной температуры или давления должны обращаться пациенты. Постепенно мы переходим к тому, чтобы пациент в случае какой-то неотложной ситуации связывался со своим врачом. Для визуализации симптомов врачи планируют использовать фотосообщение и видеосвязь с пациентами. Но ходить на адреса пока некому. Семейными врачами область укомплектована только на две трети, говорят в обл. администрации. Помощь, которую мы будем оказывать на дому, этот вопрос сейчас вместе со скорой мы рассматриваем, потому что, еще раз говорю, это отдельная структура. Как это делать, мы еще не решили. Процесс реформирования медицины в Украине предусмотрен до 2022 года. Мария Сергеева, Максим Кривошенко, телеканал Донбасс. Новая дорога в Мелекино будет. Апелляционный суд Донецкой области отклонил жалобу жителя поселка Буряковая Балка, который выступал против строительства этого объекта. Дорога длиной почти 4 километра соединит несколько приазовских сел с трассой. Стоимость объекта 93 миллиона гривен. Строительство займет не меньше года, говорят специалисты. Впрочем, судебные тяжбы между сельсоветом и местным адвокатом длились дольше. Решение апелляционного суда жители встретили аплодисментами. Апелляционную скарбу залишите без задовольствия. Желательно, чтобы к концу этого года уже начались подвижки, чтобы были все работы проведены, которые подготовительны, скажем так, и чтобы в следующем курортном сезоне уже по новой дороге отдыхающие ехали в Меликино. Автомобиль, украшение или бытовая техника за полцены. Интернет кишит такими предложениями, как понять, в каком случае действительно продают ненужные вещи, а когда мошенники ищут новых жертв. Ирина Каминская расскажет. Желанный телефон почти новый еще и за полцены. Анастасия Балалаева увидела объявление о продаже гаджета и в тот же день переслала 6 тысяч гривен Херсонскую область продавцу Юлии. У нее очень давно страничка, с 2013 года. Она продает, значит, давно товары. У нее есть хорошие, значит, отзывы. У нее было условие тем, что телефон она продает, ей надо срочно деньги по полной предоплате. Деньги продавец получила, а вот обещанный телефон так и не отправила. Мошенница неделю кормила Анастасию обещаниями, а потом исчезла. Слишком низкая цена и выгодные скидки должны насторожить, говорит эксперт по продажам в интернете Виктор Гриценко. У продавца просите несколько фотографий товара, ведь часто на сайте могут быть чужие снимки. Деньги лучше пересылать на специальный сервис, который есть у всех сайтов по продажам. Банковские реквизиты, телефонные записи, разговоров с мошенником, все это доказательства преступления. В киберполиции просят обязательно обращаться к ним, ведь пострадавших от таких продавцов может быть не один десяток. Расследование таких злочин, это процентов близко 60 раскрываются, ну, зачастую. Если, например, в таких справах выступает больше десяти потерпелых, например, и этот злочин, например, уже вызначается как резонансным, то тут уже тяжко уникнуть ответственности. То, что продавец давно зарегистрирован на интернет-платформах по продажам, это не основание доверять, говорят в киберполиции. Ведь любой аккаунт и отзывы можно купить. Ирина Каминская, Константин Слюсар, специально для телеканала «Донбасс». Сигнал тревоги и срочная эвакуация в школах Донецкой области провели внеплановое учение по пожарной безопасности. Спасатели рассказали школьникам, как вести себя в случае задымления и заодно проверили исправность гидрантов, доступность запасных выходов и наличие планов эвакуации. При пожаре надо выбегать, конечно, но главное не паниковать. Идти за учителем, парами и, короче, все такое. Эвакуационные пути захламлены, то есть первичные средства пожаротушения, то есть они в принципе у них соответствуют требованиям, но нужно контролировать их перезарядку. Также из недостатков, которые были выявлены, есть хранение в подвалах, то есть каких-то либо вещей, которые руководители объектов не могут списать. То есть они предоставляют угрозу в случае пожара, распространения. Он задыхался и терял силы с каждым днем. Спасти Вову Киселева из Ивановки Донецкой области могла только дорогостоящая операция на сердце. Малышу было всего 4 месяца, когда столичные врачи настояли на срочном хирургическом вмешательстве. Удалось ли помочь ребенку, расскажет Инна Желенко. Шрам на груди от скальпеля и следы от многочисленных капельниц. Жуткая картина стоит перед глазами Яны Киселевой. Я зашла туда, в реанимацию. Он лежал, там весь в трубочках был. О том, что Вова болен, родители узнали не сразу. Когда приехал он домой, я начал что-то сомневаться. У него начали синеть ноги. Грудничку сделали УЗИ. Выяснилось, что ребенок нездоров. На шестой день нам сказали, что у него шум в сердце. Отправили нас в Мариуполь, мы там лежали месяц в больнице. Лечение не помогало, и 4-месячного малыша пришлось везти в Киев. Его порог сердца уже в этом возрасте создавал ему проблемы, нарушал работу сердца, нарушал развитие всего организма. Оперировать нужно было в ближайшее время, чтобы спасти ребенку жизнь. На операцию понадобились десятки тысяч гривен. Часть суммы оплачивало государство. А родителям предстояло найти деньги на медикаменты и расходные материалы. Пытались собрать деньги в соцсетях. Ну, помогали в основном только одни знакомые. Перечисленные на банковскую карточку несколько тысяч украли мошенники. Операция оказалась под угрозой срыва. Выход нашел отец мальчика. Слышали, что многим деткам помогает Ренат Ахметова. Вот мы им решили обратиться. Гуманитарный штаб Ахметова приобрел медицинский прибор, который очищает и насыщает кровь кислородом во время операции. А также оплатил расходы на лекарства. Ренат Ахметов предоставил нам оксигенатор. Это самое главное, что нужно для операции. Ну, и там, конечно, когда ребенок лежал в реанимации, ему нужны были лекарства. И он это все предоставлял нам. Операция длилась 4 часа. Прошла успешно. Очень сложная операция. Перенес ребенок. Через неделю приехали домой. Мальчик начал меняться на глазах. У него ручки поразовели, ладошки, ножки. Он начал нормально дышать. Адресную помощь штаба Ахметова на лечение получили порядка 10 тысяч жителей Донбасса. Половина из них дети. Я бы хотела поблагодарить Рената Ахметова за то, что он спас нашему ребенку жизнь. Хотел бы пожать ему руку и сказать большое спасибо. Вова уже начал ходить. Падать не боится. По сравнению с тем, что пережил, теперь это мелочи. Иножеленко, Ростислав Сысоя, Владимир Конопля для телеканала Донбасс. Детский футбольный турнир «Давай, играй» прошел в Доброполье. Команды играли в новом дворце спорта. За звание сильнейших боролись шесть команд. Несмотря на юный возраст футболистов, страсти на поле кипели не детские. Кто победил, знает Алексей Куделя. Юные добропольские футболисты из команды «Шахтер» как в воду глядели. В турнире «Давай, играй» победили именно они. Решающий гол забили за считанные секунды до финального свистка. Организация и сама идея провести соревнования для любительских детских команд ребятам понравилось. Хороший проект, потому что много людей собирается, много конкурсов, команд много. За всеми играми пристально наблюдают родственники футболистов. Болельщики уверены, такие турниры необходимы. Отлично! Здоровье детям, настроение. Есть куда деть, время свободное. Ну, все отлично. Хорошая идея, здорово. Нам нравится. В Доброполе вообще это здорово для детворы. Посмотрите, сколько людей. Надеемся, может, у нас будет будущий Ракицкий, Сипаненко. Организовали турнир футбольный клуб «Шахтер» и компания «Детек». В Доброполе проект «Давай, играй» прошел уже во второй раз. Футбольный клуб «Шахтер» продолжает начатую инициативу, а именно развитие детского футбола в Украине. И этот турнир, как и проект в целом «Давай, играй» яркое тому подтверждение. В первую очередь это для детей развитие детского футбола, развитие здорового образа жизни. Команды играли в новом дворце спорта «Доброполье». Его отремонтировали за счет совместного финансирования из городского бюджета при поддержке компании «Детек». В этом году планируют сдать в эксплуатацию стадион. 25 миллионов, из которых где-то треть, где-то 7 миллионов, это компания «Детек». Это в этой части проекта. Следующая часть – это футбольное поле. В июле этого года мы должны закончить. И День Шахтера уже вместе с шахтерами и жителями города уже праздновать на новом стадионе. Соревнования проекта «Давай, играй» пройдут также в Курахово, Северодонецке и Львове. Финал состоится в мае в Киеве. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс». Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. Наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин